Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас традиционный эфир, начало недели. Мы с Виталием Той, соответственно, говорим о фундаментальных и технических интересностях, которые есть на финансовых рынках. Как обещали вам, сегодня мы подводим итоги очень интересного конца прошлой недели, когда рынок резонировал от данных по инфляции, в принципе, от заседания Европейского центрального банка. Это, в принципе, два важных события, важнейших события, которые выпали уже на эфир после того, как мы отстрелялись на неделю. Потому что у нас последний эфир с Виталием был в среду, а это события на четверг. Ну, я пару слов буквально фундаментально, что у нас там было интересного. Честно говоря, даже по текущей динамике доллара, я вот в моменте смотрю на... Давай прям демонстрацию покажу, ладно. Лучше смотреть, наверное, на график, чем на мой фейс. Момент. Индекс доллара вот сейчас. График – это часовки, соответственно, даже вот по движению, которое мы видим в моменте. Но это самые настоящие качества. Это четырехчасовой таймфрейм для инструмента, который, в принципе, не очень волатилен даже тогда, когда есть хороший фундаментальный фон для этого. Рынок МЕЧС в диапазоне 90-90-50 входит в довольно продолжительный период времени. Индексу доллара тяжело признать нужно, потому что вроде бы как и подпирают данные по инфляции, которые могли бы в нормальных условиях, если бы у нас не было бы наследия вот это ковидное, стать причиной, из-за которой регулятор, в данном случае ФРС, точно бы начал менять политику. И жестко действовать в плане сворачивания программы количественного смягчения, может быть, были бы уже обещания касательно изменения процентных наставок. Если вот посмотреть в моменте на восстановление доллара, пятничное особенно, то можно с позиции фундамента сказать, что рынок начал уже закладываться под то, что совсем скоро ФРС изменит денежную политику. Потому что инфляция, рост оказался выше прогнозов, 5% это основной показатель инфляции, максимум за последние 13 лет. И если говорить про базовый индекс потребительских цен, он оказался на максимуме за последние, по-моему, несколько десятков лет. Но не все так просто, друзья. Для ФРС я также уже на своих брифингах давал понятие, есть несколько индикаторов, за которыми он следит. Инфляция – один из них. И причем, если все-таки строить, выстраивать цепочку рассуждений и предположить, что ФРС дрогнет и изменит денежную политику из-за инфляции, это могло бы произойти только в том случае, если бы вот этот рост индекса потребительских цен был бы органическим и не был бы связан с факторами, которые являются последствиями снятия карантинных ограничений. Это реализация отложенного спроса, проблемы со снабжением, с логистикой и рост заработных плат, потому что бизнес и работодатели конкурируют сейчас за трудовые ресурсы, за работников, которые не торопятся возвращаться, собственно, на свои рабочие места. Если бы вот эти факторы можно было бы опустить, я бы сказал, что да, ФРС точно может задуматься о том, чтобы отказаться от стимулирующей политики. Но поскольку у нас все эти факторы носят временный характер, я думаю, что ФРС не будет вот так вот локально реагировать на всплески шума и пенсионного давления. Вторая причина – это рынок труда, о котором я также уже очень много говорил. Без работы в США остаются 7,5 миллионов человек. Если мы вспомним последний отчет по Non-Farm Perils, тот прирост количества новых рабочих мест, который был зафиксирован, даже при такой траектории создания новых рабочих мест понадобится еще больше года, чтобы вернуть занятость к тем показателям, которые мы видели до начала пандемии. Из этого я, прошу прощения, я делаю вывод, что ФРС, который даст опресс-конференцию в среду, итоги двухдневного заседания регулятора, которые будут подведены в среду вечером, классически, традиционно, они могут стать самой настоящей бомбой для волатильности и все-таки расставить точки над «и», что мы можем дальше делать с долларом. Я заранее, а в среду, кстати, у нас с тобой будет еще один эфир, думаю, что там уже конкретнее поговорим, с какими настроениями рынок подойдет к этому событию. Но полагаю, что риторика регулятора не изменится по сравнению с тем, что мы слышали ранее. То есть, поскольку не достигнут еще целевой показатель по рынку труда и поскольку инфляция опирается на временные факторы ее роста, стимулирующая политика должна оставаться в приоритете. Это будет первое выступление, значимое для рынков после последних данных по рынку труда и последнего отчета по инфляции со стороны Джерома Павла. И я, как сторонник идеи того, что доллар все-таки еще рано покупать на средний-долгосрок, пока что положусь на идею того, что американец может просить еще сильнее, потому что при мягкой риторике валюта должна все-таки слабеть. В частности, такой позиции сегодня я на своем бритвинге рассказываю, придерживаются эксперты Wells Fargo, Bank of America и Goldman Sachs, ставя на то, что индекс доллара прежде чем все-таки возьмет траекторию роста, это может быть конец 2021 года, может еще протестировать поддержку 89 пунктов, вот о чем я ранее, собственно, и говорил и на что я так активно ориентировался. Поэтому, друзья, вам нужно определяться уже. Вот у нас с Виталием две абсолютно противоположные точки зрения в отношении баксов. Либо вы все-таки считаете, что есть в том числе и фундаментальные предпосылки для роста, вам, конечно же, нужно покупать, как говорил Виталий. Если вы согласны с позицией того, что еще рано действовать через ланги и стимулирующая политика может стать причиной еще одного рывка бакса вниз, то welcome к моей идее, которую я ранее озвучивал, и, в принципе, я продолжаю держать шорта по баксу с целями 89 и в идеале бы пониже. Европейская валюта, которая коррелирует с динамикой индекса доллара, вот мы в последние две недели постоянно говорили о евро, я давал сделки с более-менее короткими стопами из-за роста доллара, который мы видели. Прошлая сделка по евро-доллару была закрыта по стоп-лоссу, сейчас 1.2096 мы видим в моменте, и я сегодня снова с сделки покупки евро через buy-limits уровня 1.2050, стоп-лосс 1.1990 и take-profit уже рост выше отметки 1.22. В отношении евро заседание Европейского центрального банка тоже ничего нового, ставка прежняя как по основным бандам, то есть, естественно, ключевая процентная ставка, так и по депозиту. Это программа количественного снижения классическая 20 миллиардов евро в месяц и программа экстренного выкупа активов, тоже прежний фонд на 2,2 триллиона долларов. Прогнозы экономического роста были пересмотрены в лучшую сторону. В евро верит, собственно, руководство центрального банка, в еврозону точнее, потому что экономический рост, если мне не имеют память, по-моему, был уже на отметке 4,7%, в то время как квартал назад прогноз был на уровне 4%. Я тоже в евро верю, я покупаю евро, потому что я еще очень давно нахожусь в длинных позициях по евростоксу. Кстати, он в пятницу обновил в очередной раз локальный максимум и показал очень серьезный рывок. Сейчас уже котировки 4138 фунтов. Поэтому по евро я рассматриваю только длинные позиции и в целом как бы игнорирую то локальное снижение, которое есть в моменте, потому что считаю, что бакс даже при текущих котировках очень сильно перекуплено. Также, Виталий, у нас была сделка с тобой по доллару канадцу. Мы ее приворочили к заседанию Банка Канады в среду. В частности, я рекомендовал отложку с Элдименс отметки 1,2135. Это сделка в работе. Растет параллельно рынок нефти, который 73,34 сейчас по бренду. Прямо сегодня с открытия. Получается, почти на процент уже выросли котировки. Да, он для тебя и так же не отстает. Бренд поддерживает прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства, Администрации энергетической информации. В целом, тотальное ожидание роста спроса. Тоже была по нефти раньше сделка, но до отложки мы не дотянули, поэтому как бы остались сторонними наблюдателями. Но рост цен на нефть я рекомендую сейчас конвертнуть еще в то, что это может стать очень хорошим фактором поддержки для канадца. Особенно если индекс доллара, доллар начнет локально ослабеть. Потому что единственная причина, почему доллар в канаде сейчас растет, это восстановление именно доллара. Так, то есть сделка по доллару-канадцу прежняя. Фондовый рынок США, ну по аналогии, наверное, сейчас со всей мировой фондовой секции. Фонда растет, потому что даже вот говоря про американский фондовый рынок, рост СНП, это доказательство того, что политика в США должна остаться стимулирующей. И инвесторы в это верят. Если вы согласны с тем, что фондовики покупают СНП, даже NASDAQ и Dow Jones, потому что считают, что ужесточения политики не будет, значит, вы должны быть согласны с тем, что в эту среду доллар могут очень сильно пролить, потому что Паул может снова подтвердить идею того, что рано еще отказываться от и бешеной программы количественного смещения и низких процентных ставок. Поэтому в сухом остатке по евро-доллару предлагаю поработать до следы, до нашего следующего эфира через отложку 1.20.50. Покупаем по индексу доллара прежний шорт и по доллару канадцу. В принципе, тоже в работе уже отложка, точнее, не отложка, а активный ордер шортим с целями 1.20 и ниже. Виталий, слово тебе. Так, сделаю демонстрацию экрана, видно? Покрозится. Видно. Видно. Итак, всех приветствую. Сейчас вкратце напомню те рекомендации, которые я давал на прошлой битве, в среду. Как уже отметил Артем, я работал в обратную сторону на рост доллара, индекса доллара, как самого индекса, так и по остальным парам. Это евро-доллар я строил, фунт-доллар, канадский доллар и долг. В принципе, все идеи отработались. Мы взяли локальные цели, говорилось о евро-долларе. Говорил, все, что ниже 1.22, предлагал шортить по данному активу со стоп-клоссом, где-то в районе 1.22.50. С целями локальными 1.21 мы их сделали. На текущий момент те ребята, кто шортил евро-доллар, возможно, часть зафиксировать, часть удерживать позиции, так как на текущий момент нет хорошей точки входа для, допустим, кто не шортил евро-доллар, кто покупал или кто был вне рынка, то на текущий момент хороших позиций для шорта я пока не вижу, так как нам нужно, возможно, какое-то накопление, оно продолжится до среды, до пятницы, если будет какая-то коррекция, скажем, снова в эту область, и дальше как вариант падать, потому что если взять предыдущие несколько недель, мы делали импульс вниз, дальше хорошая коррекция, аналогично здесь импульс, хорошая коррекция, да, и потом вниз. То же самое здесь, если будет хорошее накопление, возможно, через глубокую коррекцию, то в район 1.22 и так далее. Конечно, можем и из текущих падать, но здесь я пока вне рынка, то есть получается те ребята, которые уже зашли в шорт, возможно, удерживают шортовые позиции. Кто не заходил в шорт, я бы пока подождал, что рынок коррекции ближе к ФРС, и, возможно, и после ФРС и так далее. Но пока идея у меня глобальная на снижение по евро-доллару, напомню, пока мы не обновим хотя бы 1.22.50 по евро-доллару, желательно 1.23.50 максимум, которые у нас были в январе текущего года, и после этого я уже стану, как сказал, боком по евро-доллару. Возможно, здесь мы что-то нарисуем, какую-то лонговую позицию внизу, до среды что-то будет рисоваться, и можно будет, как вариант, купить евро-доллар с каким-то локальным ростом, возможно, локальный рост превратится и в более среднесрочный рост. Но пока здесь идет борьба за какой-то локальный уровень, который был у нас еще позапрошлой недели, как-то вот так. Дальше индекс доллара аналогично говорил покупать в районе 90 пунктов, со стопосом в районе 89.50. Пока мы сделали локальные цели 90.50, и дальше есть куда расти, но, как вариант, мы можем через коррекцию и дальше рост. Пока здесь идет ожидание, я думаю, что будет какое-то накопление. Дальше фунт доллара. Гаврил, о шортах. Все, что ниже уровня 1.41.80, 1.42, возможно, шортить. В принципе, мы локальные цели взяли в район 1.41, и потенциал, как вариант, есть еще ниже, но нужно бы пробить вот эту поддержку. 1.41, как-то закрепиться ниже нее, и дальше здесь получится, возможно, сильный вал, потому что достаточно сильное накопление, и кто-то набирает сильную позицию. Поэтому, кто шортил фунт, удерживаем, посмотрим, возможно, здесь тоже получится дошортить его, хотя бы через какую-то коррекцию, там район 1.41.50, но это такое, наперед забегание, я такое не сильно люблю. Поэтому, кто шортил удержим, кто нет, можно попробовать с текущих плюс-минус, но достаточно большой стоп-лод, нужно закидывать его за пятничный максимум, или даже чуть выше, там районе 42, потому что у нас такой коридорчик, но с этого коридорчика такое ощущение, что мы можем пробить вниз и дальше сильно падать. Золото. Как я говорил, уже последние две недели по золоту сейчас не стоит его покупать, потому что многие сейчас его, кто пропустил ранее, на рынке есть моменты, когда нужно какой-то актив покупать, а есть, скажем, после длительного роста, нужно подождать коррекцию. Эта коррекция, в принципе, началась. Еще ранее я говорил об уровне 1912, еще там три недели назад. Мы от него отбились, показали хороший импульс, накопление, аналогично, как и евро-голос. То есть один в один паттерн был, и мы сейчас падаем. Локальные цели падения мы взяли, о которых я говорил, и сейчас достаточно, как выглядит, шортово на золото, и может сделать более хорошую коррекцию. Поэтому кто шортил, возможно, удерживать. С текущих я не вижу точки входа, как ни в покупку, ни в шорт. Нужно что-то нарисовать. И золото волатильное мы упали практически всех значений со среды, около 40 долларов. Канадский доллар аналогично. Мы вырвались выше сильного сопротивления. И дальше, как вариант, и по евро-доллару есть возможность сильного роста. Конечно, если мы зайдем обратно под уровень 1,2140 и поглотим предыдущий рост, можно говорить о снижении по данному активу. Поэтому картина сейчас по всем активам практически одинаковая. То есть индекс доллара, евро-доллар, фунт, канадский доллар, золото. Мы отработали то накопление, и сейчас нужно подождать новое, чтобы понять более точно, куда мы будем двигаться. Поэтому мои рекомендации остаются прежними. Кто вошел в хорошие точки входа в шорт и верит в ту идею, которую я говорю, о росте доллара, мы их удерживаем. Кто не успел войти, я бы чуть-чуть подождал, потому что сейчас значения у нас, такие шатки, мы можем уйти на коррекцию. А с текущих заходить снова на рост доллара возможно, но у нас получится чуть-чуть побольше стоп-лот. Мы и так заходили, в принципе, с таким стоп-лотом в среднем примерно 40-50 пунктов, 60 в зависимости от инструмента. Где-то меньше было и так далее. Поэтому пока ждем. Кто не вошел, можно зайти, но небольшим объемом, так как у нас, возможно, хорошая коррекция по данным активам. И дальше уже смотреть, будем работать на продолжении роста доллара по всем активам. Или нет, нарисуется что-то технически другое. То же самое золото, как я уже сказал. И другие активы, которые связаны с долларом, там НЗД, там австралийский доллар, доллар-франк, они, в принципе, идентичны работой. И по поводу, кстати, вот ты говорил занятости, я смотрел статистику на прошлой неделе, выходили новые данные по поводу вакансий на рынке. Они сейчас бьют рекорды. Очень много вакансий на рынках и никто не хочет работать. То есть мы побили там исторические рекорды за последние десятилетия. Поэтому сейчас вот эти чеки, и когда-то рано или поздно, я думаю, что ФРС придется как-то сворачивать эти моменты. Конечно, им сложно это как-то преподнести на рынок, потому что это мгновенно обвалит фондовый рынок и другие активы, скажем. Поэтому шаткая ситуация. Но рано или поздно это случится, я думаю. Ну, еще сложно, помню такой вариант по евро-доллару, тоже те, кто покупает, нужно быть осторожным. Вспомнил такой момент, мы сейчас вот так заворачиваем евро-доллар потихоньку вниз, видно такой, есть такая, скажем, парабола вниз. Вспомнил такой момент, 2000, у меня тоже был такой, скажем, ну не у меня, там выступали несколько трейдеров публично, управляющих. Это был 2016 год. Нет, это было так, 16. Да, вот этот момент помню. Да, там один мой знакомый трейдер, у него был крупный депозит такой публичный, ну, скажем, условно крупный, 200 тысяч долларов. И он все время здесь покупал евро-доллар. Но хорошо, что мы, если советуем что-то, мы советуем там стоп-лосса. И там, если шортить, то если покупать. А трейдер работал здесь, вспомнил, без стоп-лосса. Он все время верил в рост евро-доллара. И здесь началось такое достаточно сильное падение, ну, условно сильное, там, 400 пунктов. Он без стоп-лосса. И он как раз, скажем, здесь очень сильную просадку получил по депозиту. И как раз вышел был с шорта вот здесь, скажем, перед вот этим ростом. Это, помню, вот эта шпилька, это данные по президенту Дональд Трамп, когда выиграл выборы, он бы здесь заработал. Поэтому нужно быть очень объективным, скажем, там, с покупками или с шортами. Всегда самое главное – это соблюдать риски. И вот, когда мы советуем ставить стоп-лосса, обязательно их ставить, потому что рынок может в какой-то момент провалиться достаточно сильно вниз или вверх. И, скажем, это будет, скажем, печально. То же самое, вот, как видим, золото, прочитаю, чуть-чуть падать. Или даже нефть. Кто-то там верит в рост, да, кто-то шортит ее, но это может, скажем, печально отобразиться. Конечно, абсолютно с тобой согласен, то, что контролировать риски обязательно нужно. Я помню, что у меня была какая-то, не помню, тематику конференции много лет назад, еще до пандемии. И вот на этой конференции был, насколько я потом по общению понял, врач. И он настолько проникся в правильный риск менеджмент, что фактически, как он объяснил мои призывы к тому, что необходимо соблюдать риск менеджмент, что представьте, что ваш счет – это человеческий организм. Если вы теряете руку, условно говоря, ничего страшного еще не произошло. То есть можете отдать на стоп-лосс. А если вы торгуете без стопов, ну, аналогии, знаешь, какие были. Рука может вырасти, а если вы теряете пол депозита, пол тела, например, поскольку не способны принять решение о том, что нужно закрывать обычную позицию, либо контролировать риски, пол тела уже не вырастет никогда. Это правда, то, что на волатильности нужно бдить, нужно действительно объективно, беспристрастно и непредвзято оценивать то, что происходит. Ну, скажем, да, бывают такие моменты, когда рынок идет на какую-то против тебя коррекцию, ну, скажем, против тебя движение, и это окажется небольшая коррекция. В таком случае, возможно, без стоп-лосса прокатит, потому что есть сторонники, которые там без стоп-лосса, ну, еще советуют там без плеча работать на рынке, потому что рынок иногда сложно спрогнозировать. В таком случае прокатит, да, допустим, кто там покупал биткоин еще до 2018-2019 году, когда он падал. Вот там, кто без плеча работал, то он через 2-3 года, он вышел, ну, да, достаточно хороший. А кто работал с плечом, мы знаем, там, на биткоине или там на другом инструменте, то без плеча там убивало депозит, если плечо даже небольшое, там, 3-е или 5-е или там 10-е. Это небольшие плечи по сравнению с тем, что рынок дает возможность там зайти 20-е, 50-е и больше. Поэтому раз, скажем, раз, два, три прокатит такой момент, а в четвертый момент не прокатит, и, скажем, ты просто теряешь. Ладно, если это депозит небольшой. То же самое у меня был знакомый 2 года назад, он покупал фунт-доллар, когда фунт просто падал камнем вниз, у него был депозит где-то миллион долларов, да, и он там усреднялся, усреднялся и в какой-то момент не выдержал. То есть, когда не было сигнала на рост, он просто его удерживал лонг и села там большую часть депозитов. Поэтому вот такие моменты. Даже проводили исследования по поводу риск-менеджмента. Были две категории трейдеров. Одна категория с хорошей стратегией, но без рисков. И вторая категория трейдеров с риск-менеджментом жестким и такая стратегия средненькая. То победили те трейдеры, которые соблюдали риск в таком формате. Да, немножко об этом как раз в знаменитой книге «Путь черепа». Там тоже про риск-менеджмент. И в принципе вы можете даже понять и не иметь, что на рынках происходит. Не знать, чем еврозон отличается от экономики США. Просто контролировать риски, ставить стоп-лоссы и рано или поздно ваша система с нормальным соотношением коэффициента риск-прибыли, она принесет плоды. Мы с Виталием Традиционного, друзья, обязательно настоятельно советуем соблюдать эти правила риск-менеджмента. Это очень важно, насколько бы вы не были уверены в вашей торговой системе, либо в вашем инвест-решении. Среда предстоящая. Такой водораздел на рынке. Мы с тобой в среду еще перед заседанием ФРС проведем очередную встречу, поговорим как там. Но точно будет очень жарко на рынках. И волатильность доллара может даже превысить всех финансовых активов. Не только доллар. Волатильность конца прошлой недели. Поэтому следим. Виталий, тебе классной торговой недели. И до скорых встреч. Пока. Всем удачи.